Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас. Помилуй нас. Ну вот, в этой замечательной книге, именуемой «Древний Патерик», есть две главы. Они прямо идут подряд, я из них решил тоже прочитать, которые нам для нашей души крайне необходимы. Одна глава, восьмая, о том, что ничего не должно делать напоказ. Потому что тот, кто делает напоказ, он уже, как Господь говорит, уже получил награду свою, и ничего кроме вреда это делание напоказ не приносит. Некоторые братья и монахи хвалили Ави Антонию, одного монаха. Антоний сравнениями испытывал, перенесет ли он унижение. И увидев, что не переносит презрение, сказал ему, ты подобен селу, которое спереди красиво, а сзади разграблено разбойниками. То есть, снаружи все так красивенько, есть даже выражения у нас у русских, потемкинские деревни, а сзади все разграблено. То есть, когда напоказ человек что-то делает, он похож вот на этот географический объект. То есть, он выглядит так, а на самом деле все наоборот. Говорили об Аве Арсении и Аве Фёдоре Фермейском, что они более всякого зла ненавидели славу пред человеками. Почему Ава Арсении редко показывался кому-либо? Ава Фёдор, хотя и показывался людям, но был для них как меч. То есть, он своими словами, не льстя им, говорил очень такие прямые и, как бы сейчас сказали, жесткие вещи. Ну, люди немножко обижались, но, по крайней мере, своими потом оценками не говорили, как он замечательен, как он велик, как он мудр и так далее. Ава Исаия сказал. Великий и важный подвиг – победить тщеславие и преуспеть в разум Божий. Ибо впадшей в руки злой сей страсти тщеславие отчуждается мира, и сердце его ожесточается к святым людям. И в довершении зла он впадает в высокоумие. И таковая гордость есть – мать всех зол. Ты же, верный раб Христов, держи в сокровенности делание Твое и остерегайся со скорбью сердца, как бы из человеку годя не погубить мзды Твоего делания. Ибо делающий напоказ людям воспринимает мзду свою, как сказал Господь. В другом месте, может быть, даже и здесь мы подобное вырождение найдем. Тщеславие – это как буря, которую корабль потерпел уже в бухте. То есть вроде уже приплыл на тихое место, осталось бросить якорь, на шлюпках перевезти товар, и вдруг буря. Все потонуло. Вот тщеславие, когда человек что-то делает на показ, то лишается вообще всякой награды и получается одно только разорение. Так как Господь этому учит, и все святые отцы, которые достигли вот этого состояния святости. Любящий прославляться от людей не может быть без зависти, а имущий зависть не может приобрести смиренно мудрие. А таковой предал душу своим врагам своим. Они вовлекают ее во всякое зло и погубляют ее. Видите, какое многоступенчатое падение. Тот, кто любит восхваление от ближнего, тщеславие, тот не может быть без зависти. Все наши дети, они очень ярко заражены завистью. На зависти зиждется и мода. Мне надо то, что есть у нее. Причем во что бы то ни стало. Даже родная мать, она не является здесь ничем авторитетным. Если мама идет навстречу, ну как же она просила, то она поощряется. И уже когда приходит в класс, у нее такое же, как у всех. То есть это закрепляется. Хочу, потому что завидую. Совершенно не аргумент. Но, по крайней мере, он противоположен спасению души. Поэтому главные губители души своих детей – это родители. Ну и, конечно, очень многие бабушки, большинство. Потому что они всегда на стороне внучков. Потому что они любят их без памяти. А память очень здесь нужна. Поэтому нет ни ума, ни памяти. Есть только поощрение в самых страшных грехах. Потому что первый грех в нашей Вселенной – это зависть. Первый Люцифер позавидовал и был низвержен с неба. И вот «я хочу» – это первое, что садила Ева в раю. И чем кончилось? И для нее, и для всех нас. Она же наша праматерь. Поэтому вся тварь с тех пор мучается. Не только люди, но и все. И животные, и звери, и насекомые. Вот из-за того, что она «хочу». Брат спросил Авуматоя. «Если я уйду жить в какое-либо место, то как присоветуешь мне жить там?» Старец ответил им. «В какой бы месте ни жил ты, не старайся выказывать свое имя тем, что я не вхожу в собрание или не ем на вечер любви. Это приобретайте пустую славу, а впоследствии будет беспокоить тебя». Замечательная фраза. Это уже про нас с вами. Мирские люди, где слышат об этом, туда и бегут. Потому что, ну что такое мирской человек? Это человек, который ничего не понимает в духовной жизни, а питается слухами. Вот там живет такой старец, надо к нему ехать, что-нибудь спросить. Потом приезжает, «Ой, я с таким старцем говорил, а чего он так рассказывает обо всем?» Ну, тщеслаевая. Что я вот ездил, говорил, он мне уделил 18 минут и так далее, и так далее. А что ты спросил? «Ой, я даже не помню». И говорит, что будут пустые люди тебя, мерзкие, беспокоить. Но это речь о тех монахов, которые ушли в пустыню ради Христа. Старец сказал, «Приучай сердце твое соблюдать то, чему учит язык твой». Бриллиантовые слова. Потому что каждый тщеславный человек он всё время всех учит. Особенно пожилой. Особенно, который не воспитал своих детей в вере. Особенно тот, который не научил своих внуков, даже отчинаш. Который не научил своих правнуков даже брать благословение. Особенно те, которые даже не водят своих правнуков в церковь. Потому что они не идут. Но других учить в церкви. Там, ты приложить к кресту. Так вот, сказать, кто тебя поставил сюда, здесь, кого-то учить? Ты хочешь приложиться? Ну, иди приложи. Хочешь к этому, хочешь к тому. Хочешь, вообще не прикладывайся. Что случится от того, что ты приложился к кресту или не приложился? Кому не дано учить, а тот учит, тот оскорбляет величие Божие. Говорил старец Силуан Афонский. У нас, пожалуйста, учителей полно. Всё. Учить. Учить детей своих. Ещё сказал. Люди совершенно только на словах. Это мы. А делают очень мало. Настолько мало. И настолько детские упражнения. Там вот котлетку не ест. Но трёхлетний ребёнок может не есть котлетку. Это что, пост? Это, конечно, пост. Для трёхлетних и до семи лет детей. А уже с семи лет надо что-то из взрослого уже брать. То есть с семь лет человек может уже и читать, и писать. Очень многие святые угодники уже в семь лет в церкви апостол читали. Сейчас любого сейчас вытянуть из толпы. Говорят, на, почитай апостол. Ладно, не надо читать. Найди апостол сегодняшнего дня, который нынче читали в церкви на божественной руке. Найди, вот тебе апостол. Так что учить не надо. Надо быть скромнее. Это очень важно. Пусть ты будешь не учёный, но по устроению сердца приблизишься ко Христу. Трудно избавиться от собственного тщеславия. Не выказывать себя, не изображать из себя, что ты что-то знаешь. Конечно, ты что-то знаешь. Каждый человек что-то знает. Вот человек десять лет проходит в церковь, он такой что-то узнает, что-то даже настоящее. И может быть, что ещё лучше, чему-то научиться, тем самым приблизиться к Богу. Потому что христианство это не знание, это искусство. Христианство это умение. Ну, допустим, ударили тебя в правую щёку, а ты научился подставить другую. Вот это реальное дело. А если ты просто знаешь, что надо подставить другую, ну, это тебе ни два, ни полтора. Наоборот, биен будешь большим. Почему? Знал, как надо, и не делал. Уж лучше бы не знал, биен был бы меньше. Вот как интересно. Ауа Амун-Раивский говорил о Весесое. Когда я читаю Писание, то помысл внушает мне искать изящного слова, дабы я мог что-либо сказать перед людьми. Нет нужды стараться об этом, сказал ему старец, но лучше в чистоте ума приобретая в себе то, о чем надобно помышлять и говорить. То есть, думай не о том, как покрасивее сказать то, что ты о чем прочитал, а думай о себе, что нужно помышлять и говорить. Ну, просто что ни слова, то бриллиант. и вот представьте себе, видите, сколько тут вся книга набита изречениями великими христианами. А сейчас у нас на всем земном шарике человек пять, человек пять таких. Можете представить, какая скудность? Святая Синклетикия сказала, и женщина есть, специальное выбрал, дорогие мои девочки. Как открытое сокровище оскудевает, так и добродетель, узнаваемое и разглашаемое, помрачается. Как тает воск от лица огня, так и душа от похвал рассеивается и теряет свою силу. Куда она, эта сила уходит? В тщеславие. Очень вредное дело. Скидские подвижники, если кто видел их дела, то они считали их уже не добродетелью, а грехом. даже с постом. Если кто узнает, как ты постишься, даже если ты ешь два сухаря за день и запиваешь водой, даже не чистый, а наливаешь в первый день поста и заканчиваешь перед светлой седмицей, то это уже считается не постом, а грехом. Потому что повод для тщеславия. Вот так. Человек воугодие истребляет всю сочность человека и делает его сухим. Но имеется в виду как дерево. Старец сказал, или беги, удаляясь от людей, или шути с людьми и миром, делая себя юродивого. Ну, смотри, а что с ним? Для чего? Чтобы не было тщеславия. Вот. И еще из главы девятой о том, что должно остерегаться, чтобы никого не осуждать. Упаси Бог. Это один из страшных грехов, которыми мы все заражены только в разной степени. Некоторые даже исповедь свою превратили в постоянное осуждение. А вот мой муж, а вот мой зять, а вот моя дочь, а вот батюшка вот из того храма и так дали. Еще проще. Своих детей не научил отче наш, ну возьми из детского дома, вырасти из него батюшку, вот такого. Будет самое лучшее на свете. И все? А что? Эта родила, воспитала, стал священником, ну плохенький, но хоть какой, а ты кого? Никого? Ну там молчи хотя, а то это такой, это свеколь. Как в Писании сказано, кто ты осуждающий чужого раба? Перед своим Господом ходит или падает. Один согрешивший брат выслан был пресвитером из церкви. Ава Виссарион встал, вышел вместе с ним говоря, и я такой же грешник. Ава Исаия сказал, если придет к тебе помысл осудить ближнего в каком-либо грехе, то сначала подумай о себе самом. Не более ли его сам ты грешен? А если ты думаешь, что делаешь доброе, не надейся, что ты угодил Бога, тогда не дерзнешь осуждать ближнего. Потому что каким судом судишь, будут судить и тебя, и от тебя пух и перья полетят. В неосуждении ближнего и в неуничижении его заключается спокойствие совести. Это очень тоже важный момент, чтобы совесть была спокойна. И вот если человек осуждает ближнего, то у него не может быть спокойной совести. При условии только если она жива. совесть умерла, то осуждая всех подряд с утра до вечера. Это уже человек сожженный совестью. А так если совесть жива, она обязательно говорит. что ты осуждаешь, ты же еще хуже делаешь. Брат спросил Аву Пимена, что мне делать, сидя в келье? Я прихожу в уныние. Старец говорит ему, никого не уничижай, не осуждай, не оговаривай, и Бог дарует тебе спокойство, и сидение твое будет невозмущенно. объясню, почему приходит в уныние. Потому что если человек уничижает кого-то, осуждает, оговаривает, сплетничает о ком-то, благодать Святаго Духа даже в очень таком маленьком скудном количестве, она сразу от человека отходит. Ему становится сначала грустно, потом тоскливо, а потом уныло. И все, он становится тощ. Все, что он делал до этого, может быть, правила прочитал со вниманием, писание почитал, кто-то постучался, нет ли у тебя там соли, он не сказал, что мне некогда, вынес ему все насморк. из-за одного только осуждения. Ну, еще добавлю, если осуждать, сразу нападают блудные помыслы. Некоторые думают, даже девицы и девственники думают, ну, что на меня нападают блудные помыслы? Из-за осуждения. Как осудил сразу блуд? Хуже, чем от вина. поэтому надо бояться осуждения. Тогда и сердечко твое останется в покое. Сказал старец, видишь, как они кого-то знали, не осуждая блудника, хотя ты и целомудрен, потому что и сам ты, так же, как он, приступаешь закон. Ибо сказавший не прелюбодействуй, сказал так же не суди. Можно было бы сказать гениально, но это от Духа Святаго. Гений тут ни при чем. Это вот такое духоносное сердце и опыт. Много десятилетний, чтобы до этого дойти. И тот, кто записывал, тоже мудрейший человек. Потому что нужно еще отличить. Один из отцов, увидев некого согрешающего, сказал с горькими слезами, сей ныне пал. А почему он заплакал? А потому что говорил, а я завтра. Он вот невольно согрешил и был в его словах оттенок осуждения. А почему он сказал я завтра? А есть закон духовной жизни. Если ты видишь сучок в глазу брата твоего, то завтра из твоих глаз будут вынимать бревно того же сорта, какой был сучок, потому что увидеть грех можно только тот, который есть в тебе. Один из отцов, увидев некоего согрешающего, сказал, если кто согрешит, когда пред тобой, не осуждая его, но считая себя грешником более его. Но чтобы считать себя грешником более его, для этого нужно это увидеть. Это может только увидеть человек смиренно мудрый, потому что первая ступень блаженства это нищета духовная. Святые отцы говорили, что нищета духовная это когда человек видит себя не только хуже всех людей, семь с половиной миллиардов, которые населяют планету, но и хуже всякой твари. Он это должен видеть. сравнивать. Потом он сравнивает, перестанет, потому что это бесполезно. Когда увидишь, что каждый грешник лучше меня, тогда и все будет с души устроения, правильно, приобрел смиренно мудрый, приближаешься к блаженству. Потому что Господь всем нам и на земле хочет дать счастье. Он назвал это блаженством в Нагорной проповеди, когда он беседовал с тысячами людей, которые к нему пришли. Большинство, конечно, не поняли, но от этого истина не перестает быть истиной. Спаси всех, Господи. Господи.